Наша женская команда «Динамо БГУ ФК» была основана два года назад. Все это время с ней работает Юрий Иванович Малеев. Человек, широко известный в белорусском футболе как игрок. Юрий Иванович немало проработал тренером в мужском футболе, а с 2015 года он работает в футболе женском. Нам наверняка найдется о чем поговорить. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Юрий Иванович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня у нас с вами большое интервью, в котором мы подведем итоги сезона прошедшего, поговорим о тренерской работе, о женском футболе, да и вообще много о чем. Но давайте начнем с вашей карьеры футболиста. Она интересна тем, в первую очередь, что вы застали немного советского футбола. Все 90-е и даже начало нулевых. Какое время самое яркое для вас? Ой, ну, давайте так вспоминать. Значит, ну, наверное, все-таки, если начинать сначала, то, мне кажется, вот тот футбол, который из юношеского перешел во взрослый, это как раз республиканская школа-интернат спортивного профиля, в который я приехал в 81-м, в конец 81-го, начало 82-го года. Вот. И уже так плавно-плавно-плавно оттуда перебрался, можно сказать, и в команду мастеров, то есть это команда Днепра-Могилева под управлением, которую возглавлял Анатолий Николаевич Байдащин. И в то же время я играл и за интернат, и в то же время я играл и за сборные юношеские СССР. Вот. Потом переход в Динамо-Минск тоже, это такой этап, который, ну, скажем так, не может пройти бесследно. Следом, опять же, я вернулся в, по определенным обстоятельствам, вернулся в Могилев. И вот оттуда я уже уехал в Польшу. И, ну, как мы уже про это говорили, наиболее, наверное, все-таки для меня такой яркий след остался. Это пять лет, которые я провел в польском футболе. После этого тоже, опять же, по, можно сказать, таким бытовым обстоятельствам, семейным, вернулся назад сюда. Да, вот. Была еще после травмы у меня Атака Аура тоже. Это клуб, который нельзя не забыть и нельзя и не вспомнить, да, вот. Поэтому очень яркий и самобытный клуб. Жалко, что это все как-то недолго было, вот. Это тоже такой клуб, который у меня оставил очень приятное впечатление. Значит, ну, торпеда Минск, торпеда Жодина, которым уже, как бы, перешел на стезю тренера, вот. Славия Мозырь тоже, такой клуб, который тоже обойти стороной я не могу. Ну, и потом футбольный клуб Минск, и не пойму, как меня затянуло в женский футбол. Об этом мы обязательно поговорим, но давайте вернемся в то время. Распад Советского Союза, начало 90-х, тяжелое время, в том числе и для футбола. Вот каким тогда был футбол? Ой, ну, вы знаете, футбол, по-моему, был намного... Как это выразиться? Я даже такой некорыстный футбол был. Он бескорыстный вообще, честное слово. Потому что тогда финансы, о чем-то говорить, там, по-моему, даже и не спрашивали, там, сколько, чего там это будет стоить, или какая у тебя заработная. Футбол, Лафеева, искренне футбол. Да, поэтому все это было бескорыстно. Были намного как-то сплоченнее коллективы, потому что, ну, действительно, ребята играли... Ну, если я приведу пример, вот, допустим, Днепромогилев, который, вот, я застал то время, и с этой командой я уехал... Это была команда, ну, очень-очень дружная, наверное, таком на моем веку. Именно вот, как игрока, наверное, такая самая-самая дружная команда была. Вот, которой было 2-3 лидера старшего поколения. А все остальные, это были ребята 21, 22, 23 года. Вот, поэтому, на мой взгляд, такой футбол был, наверное, больше от души он шел, честное слово. Потому что больше, кроме как футбола, ничего и не было. Вот от некоторых игроков, которые тоже прошли вашего возраста, такой же период, я слышал о том, что, да, здесь было денег особо много не заработать. Играли на свое имя, в первую очередь, для того, чтобы уехать за рубеж. Это была главная цель. Да, это совершенно верно, совершенно верно. Поэтому у меня тоже тогда предоставилась такая возможность. Вот. И с футбольного клуба Днепр Могилев мне поступило хорошее предложение из команды высшей лиги, команда, которая шла на лидирующих позициях в то время из Польши. Вот. И я не раздумывая даже нисколечки, тем более, что это был такой трансфер по тем временам, достаточно хороший. Вот. Сумму по сей день никто не знает. Но клуб на вас заработали. Да. Заработали. И я уехал туда и подписал там первый контракт трехлетний. Какие еще варианты за рубежом у вас были тогда, но которые, ну, по определенным обстоятельствам не сложились? Вот в одном из интервью вы сказали, что даже возможен был переход в США. Да, в США был у меня вариант, наиболее такой, это действительно подходящий случай, это был в Польше. Вот. Это было под конец контракта. Тем более, что команда тогда, ну, тогда были, как вы сказали правильно, тяжелые времена, 90-е. Они касались не только Советского Союза бывшего, они касались всего Варшавского, как говорится, договора, да, вот, который входил и Польша. Оттуда как раз выходили войска советские выводились, торговлю оружием и так далее, и тому подобное. Вот. И один из спонсоров у нас был, как раз-то занимался этим делом. Вот, короче, ну, целая эпопея, история. Вот, поэтому, когда его не стало по определенным обстоятельствам, ну, и команда, конечно, финансирование, то финансирование, которое было, то финансирование, которое позволяло команде удерживаться на лидирующих позициях, оно пропало. И, соответственно, лучшие игроки, как всегда, ну, поуходили из команды, остались. Вообще, завише, это военный клуб, это второй клуб в Поморский округ, это, допустим, условно говоря, если сравнивать, есть ЦСКА, центральный спортивный клуб, а есть ЦСКА, вот это наподобие такого было. И всех ребят, которые приходили на воинскую службу молодых, вот, с различных клубов, с Поморского округа, Гдыня, Гданьск, Сопот, вот они там проходили и службу, и играли в футбол. И переход в США все-таки не состоялся? О какой команде шла речь? Тогда это было Орландо, и тогда это было Чикаго, вот, вот мой приятель Марек Джеппо, он уехал в Чикаго, заключил двухлетний контракт, он пробыл там, отработал полностью, вот, опять же, по семейным обстоятельствам вернулся, продолжал еще карьеру играть, уже в других клубах, но, тем не менее, он еще играл достаточно долго после этого визита в Америку. Ну, еще один, может быть, самый яркий момент вашей биографии футболиста, это 96-й год, чемпионство в составе МПКЦ, давайте вспомним и тот золотой для вас сезон. Ну, скажем так, я не могу его назвать таким, знаете, вот, ну, таким целостным. Вообще, суть этого была, сезона такова, мы начали с атакой. 96-й год я начал в атаке, вот, и мы тогда очень-очень достаточно хорошо играли, у нас были, ну, по тем временам, да и по сегодняшним временам, у нас очень хорошие игроки были, такой сплав молодости и опыта, да, но, опять же, тогда финансовые условия, все эти, опять же, ну, проблемы были, и Яков Михайлович, царство небесное, вот, он принял решение закрыть этот вопрос, то есть продажи меня в МПКЦ, вот, когда меня в МПКЦ продали, всем ребятам закрыли зарплаты. Опять клуб на вас заработал? Ну, тут, ну, не знаю, тут, вот, как бы, и получилось так, что, вот, я пришел ровно на второй круг, поэтому я говорю, что я не могу назвать вот таком, знаете, как вот, там были Саня Кульч и Макс Ромашенко, там, Витя Кукар, да, такие, вот, Саша Сиднев, ну, там много, опять же, Андрей Скоробогатска, там тоже была плеяда, ну, отличных футболистов, вот, поэтому я так не могу, Сергей Яромко, да, вот, я не могу так сказать, что, вот, я полностью провел, хотя я считаю, что какую-то лепту я свое взывание чемпионства внес. Юрий Иванович, сезон закончился, с чем я вас и поздравляю, и прежде чем мы подведем его итоги, давайте поговорим о том, как вы попали в женский футбол. Это очень интересный вопрос, на мой взгляд. Ваша тренерская карьера началась с мужского футбола в 2003 году, это была Жодинская торпеда, Минский локомотив, юношеская сборная Беларуси, Мозырьская славия, футбольный клуб Минск, это все мужские команды, а с 2016 года Юрий Малеев уже становится главным тренером в женском футболе. Как так получилось? Сказать честно, даже сам не понимаю до сих пор. Если бы мне кто-то когда-то сказал, я бы, наверное, долго смеялся, ну, скажем так, не воспринял бы это всерьез. Получилось это следующим образом, это 16-15 год, футбольный клуб Минск занял шестое место, играя, вот тот год был, это действительно, играя с одним легионером, 9 воспитанников, которые выходили на поле или были в замене, да, и футбольный клуб Минск занял шестое место, отстав там на считанные очки от третьего-четвертого места. Председатель клуба Игорь Михайлович Лойда принял такое решение, ну, значит, поменять тренеров на смену Андрею Пышнику, который в то время был главным, я ему помогал, пришел Георгий Петрович Кондратьев, ну, и в одно утро, в одно утро, нас не убирали с клуба, ничего, и вот, и в одно такое, не знаю, доброе, недоброе утро, Шлойда Игорь Михайлович вызвал меня к себе и предложил возглавить женский футбольный клуб Минск, на что я, ну, скажем так, я неделю ходил в прострации, многие надо мной смеялись, вот, и как бы, ну, я даже не мог прийти в себя, но потом подумал, взвесил, все, все-таки Лига Чемпионов, клуб на слуху, в прошлом, они в пятнадцатом играли, по-моему, да, они тоже вышли из группы Лиги Чемпионов, ну, начал потихонечку смотреть их игры, в шоке был, честно скажу, просто в шоке был от этих игр, ну, много легионеров было, ну, в общем, принял такое решение, скажем так, и возглавил женский футбольный клуб Минск, ну, так и оказался. Вот со стороны может показаться, что работать тренером в женском футболе немного проще, особенно в то время, когда вы начинали, сейчас конкуренция все-таки уже два больших клуба в Беларуси, ну, меньше конкуренции, больше результата, вот в чем-то я прав, или все-таки других сложностей хватает и вообще не прав? Ну, давайте начнем с того, что, как говорится, проще в женском, да, работать. Проще добиться результата. Ну, опять же, какого результата? Если выиграть чемпионат Беларуси, наверное, да. А хотя, когда был футбольный клуб Минск, вот в его таком том составе, ну, я не скажу, что это было просто. Прошлый сезон, я уже говорю про этот, который закончился, да, там было легче, легче добиться результата. Но что касается международной арены, то это, это другой уровень. Это совершенно другой уровень, совершенно другая подготовка, совершенно, ну, все-все-все другое, все другое. С какими сложностями вы вот столкнулись в первую очередь, когда пришли работать в женский футбол, когда вот все это увидели, уровень футболистов, привыкли к совершенно другому, и тут смотрите, и... Ну, другая планета. Что я увидел? Первое, что бросилось в глаза, это медленно все. Такая медлительность, как будто, знаете, вот мужчины играют, засыпают, и вот девчонки, вот в таком темпе. Первое, что меня поразило, это медлительность. Я и по сей день требую все время все быстрее, потому что у нас есть от чего отталкиваться, у нас есть определенные материалы, и международного уровня, отчет последнего чемпионата Франции, который был, и там все расписано, какие параметры и так далее, и тому подобное. И я стараюсь под это, конечно, подводить девчонок. И вот первое, что бросилось, это очень медлительность. Второе, это техническое оснащение. Вот эти, наверное, такие два главных момента, ну и функциональное, и атлетическое состояние, конечно, оставляли желать, мягко говоря, лучше. Ну а еще, конечно, это эмоции. В женском футболе их явно больше. Вот со стороны я так, ну, во всяком случае, замечаю. Как удается с этим справляться, там, потушить пожар вовремя? Ну да, у девочек это эмоции, это первое. Это первое, на чем можно сыграть, даже если ты в чем-то уступаешь. Это вот эмоции, да, и к ним подход нужен другой, это совершенно верно. Ну, если с ребятами ты можешь прикрыкнуть все достаточно в такой, ну, такой мужской форме, то тут уже такого не пройдет. Пройдет, или, скажем, пройдет, но последствия могут быть печальные. Вот, и восстановление от этих последствий тоже займет какое-то время. Но на самом деле, действительно, у девчонок эмоции. На эмоциях, вот когда девчонки в порядке, когда они готовы к игре эмоционально, и физически, и тактически, вот тогда за ними приятно наблюдать. А женский коллектив, ну вот, по стереотипам пройдемся, да, это интриги, сплетни. Нужно на это обращать внимание, как-то, может быть, бороться с этим, или, может быть, этого нет? Вы знаете, я вам скажу так, это, мне кажется, в любом коллективе, это и в мужском есть. Пусть мне кто-нибудь скажет, что это не так. Я просто посмеюсь. И это есть, просто не в такой степени. Девчонок, у девчонок, ну, понимаете как, я всегда им говорю, что не надо мне тут дружить каждый с каждым, ходить обниматься и проститься, целоваться. Такого никогда в жизни не будет. Никогда в жизни не будет, потому что есть люди, они по интересам. Кто-то младше, кто-то старше, кто-то любит кино, кто-то читать, кто-то там фильмы, ну, в общем-то, и по интересам эти, как правило, девчонки группы собираются, вот. У каждого интересы разные, и я вот так смотрю, эти группы, которые есть, они есть. И у нас в команде, они у нас есть. И в сборной есть, да. Я уверен, есть и в мужской команде, в любом коллективе. Опять же, ну, не настолько выражено. Как это все объединить? Ну, тоже проблема. Тоже проблема. И, скажу так, я не буду скрывать, это достаточная такая проблема. Вот, девчонки более обидчивая. Ты поставил состав, эту не поставил состав. Вот. Но если, если ребята, они в этом плане более такие открытые, да, они придут, слышишь, да, что ты меня не поставил. Объясни. Да, объясни там. То девочкам, если ты видишь, что надо самому проявлять инициативу, где-то вызывать, подходить как-то, чтобы объяснить ту или иную твою позицию, ну, в этой игре. Вот вы человек рассудительный, интеллигентный, но, опять же, со стороны, наблюдая за вами на тренерской скамейке, вы можете и перекрикнуть, поставить на место, быстро заменить игрока, ну, в том числе и строгий человек, да? Доходило ли это когда-нибудь вот до обид, до слез? Приходилось ли успокаивать девушек? Было, конечно. Чего тут греха-то есть? Было. Ну, вы поймите, у меня такое кредо, наверное, я воспитан по-другому все-таки. Вот. Если, если говорить, если говорить про футбол, да, наверное, не только про футбол, дисциплину. Я, как бы, люблю дисциплину, потому что это отправная точка, от чего можно отталкиваться. Для достижения результата. Да, для достижения результата вы совершенно правы. Поэтому, что касается работы, то я, наверное, тиран или диктатор. Я могу так сказать, ну, откровенно. Это, что касается работы. Всего остального, пожалуйста, мы можем разговаривать, обсуждать, убеждайте меня. И, мне кажется, я не помню ни одного случая, чтобы я кому-то чего-то отказал там, или это. А вот уже касается работы и касательно тренировочной игры, то тут нет. А вот когда вы пришли в женский футбол, немного поработали, все это увидели, вот окунулись. Где брали знания? Может быть, обращались к психологам, книжки по психологии, какие-то консультации брали? Когда я пришел в женский футбол, я, наверное, сначала перегибал палку. Очень сложно было переключиться с мужского футбола на женский. Ввиду разных обстоятельств. Это и женский организм, это и определенные трудности с адаптацией, и все-таки нагрузки, те, которые ты мог дать ребятам и девчонкам. Я многого не понимал. И, если честно, я ходил на консультации, я ходил в НИИ спорта, к людям, которые мне объясняли сущность женского организма, как это, что это происходит, потому что я пытался тренировать, не тренировать, я не люблю это слово, я пытался работать и с командой, и с игроками таким образом, чем-то похожее на мужчин. Но оно такого результата, как там, не приносило. Поэтому пришлось взять и книжку, чего там. Пришлось взять и женскую мышечную систему, психологию. Ну, психологию там понятно. Это как бы... Вот. А все остальное, все остальное в процессе работы на ощупь, можно сказать, где-то, да, учитывая те требования, которые мне подсказывали, да, те требования, которые я уже с опытом нарабатывал, ну, так вот добились определенных результатов. Ну, вот вы уже в женском футболе работаете более пяти лет. Да, с шестнадцатого года более пяти лет. За это время, находясь в женском коллективе, девушки сумели вот как-то вас поменять как человека. Вот вы изменились, может быть, по-другому стали к перекрасу половине человечества относиться. Может быть, уже готовы ответить на самый сложный вопрос человечества, чего хотят женщины. к этому точно не готов. Вот как они вас изменили? Вы стали человеком более добрым, мягким, или... Ну, мне кажется, я как тренер, как тренер, ну, я как был, по характеру такой остался. Навряд ли меня что-то поменялось. Что касается человеческой точки зрения, да, я стал немножко другими глазами смотреть уже после тренировки, после тренировочного процесса. для меня они сначала как спортсмены, как спортсмены, а уже во вторую очередь это как девушки, как женщины. Я прекрасно их понимаю, что они молоды, красивы, но вот в такую погоду, вот как сейчас, да, вот они ходят на тренировку без шапок, там, чтобы прическу не испортить, или еще что-то там, как мне не холодно, мне не это. Приходится где-то употреблять ненормативную лексику, чтобы привести их в тонус и в порядок. Но, а так, а так, я не знаю, мне кажется, что вот каких-то в тренерской моей такой ипостате мало что поменялось. Второй сезон в истории команды Динамо БГУ ФК уже эта история, три титула, чемпионство, Суперкубок, Кубок Беларуси. Как можем оценить прошедший сезон, подвести его итоги? Ну, вы сами сказали. Ну, я думаю, что не стоит преувеличивать, наверное, каких-то какой-то значимости, потому что вот как раз-то в этом сезоне мы должны и обязаны были где-то делать. Да, вот хорошо, когда все это получилось, если бы хоть чего-то из этого трех кубков не стало, это была бы проблема. Ну, наверное, наверное, и об этом надо открыто говорить, и девчонкам про это говорить, тут никакого героизма, какого-то подвига. У нас было хорошее, у нас было хорошее, у нас было все хорошее. Я не могу сейчас нам перечислять что-то, но у нас было что нужно для достижения результата, начиная от руководства клуба, заканчивая вот людьми, которые здесь нам помогают, которые убирают, которые поле готовят, здесь было, и поэтому мы просто ответили адекватно на это отношение. Ну, и этот сезон, он также дебютный для нашей команды был в Лиге Чемпионов, да и вообще в Еврокубках. Новый формат, команде удалось сыграть только лишь два матча, давайте поговорим об этом моменте, что не получилось, что получилось. Один матч мы проиграли, один выиграли, но этого оказалось недостаточно. Давайте начнем так, с формата. Я тоже первый раз, как дебютант, участвовал в таком формате, но формат этот заложен специально под групповой этап, под другое финансирование, чтобы как можно меньше слабых команд попадали дальше, вот, чтобы не было таких счетов, как там 15, 16, 12, как бывает на предварительном этапе, поэтому что получилось, что не получилось. Ну, скажем так, вот сейчас отматывая все назад, я могу сказать следующее, так, чисто по-тренерски, и, ну, самое страшное, чтобы не врать себе. Была моя ошибка, я говорю честно и открыто, не надо было делать этот сбор в стайках, не надо было переходить на эти двухразовые занятия, потому что команда была на ходу, команда была на ходу, и смысл ее еще там чем-то грузить, чем-то это. Единственное, вот во всем этом было то, что мы хотели вывезти из Минска, хотели на природу, чтобы немножко переключиться. Второй вопрос, второй вопрос во всем этом неудачном, правильно, правильное слово, в неудачном выступлении, конечно, вот этот перелет, который, ну, не немножко, а подкосил команду, особенно легионеров. Легионеры наши, ну, как вам сказать, намного нежнее. наши девчонки, они вот огонь, а эти, если они готовы, если они готовы, то все, это то же самое, они будут, как наши девчонки. А получилось следующим образом, как, во-первых, легионеры полетели, кругосветное путешествие на Кипр, да, ну, вы понимаете, за каких обстоятельств, они полетели, летели, я, честно говоря, не знаю, сколько они там летели, я бы с ума сошел, нет, я бы не с ума сошел, я сейчас вот, после поездки в Чехию, я это все прочувствовал своей, вот, я три дня просто спал, я три дня, я просто спал, и я представляю их состояние, они там через Киев там ночевали, еще куда-то полетели, там, короче, они, а, в Стамбул, в Стамбуле, потом только добрались туда, и тут, опять же, немножко, и учитывать надо то обстоятельство, что можно было бы нам, делегации нашей, футбольному клубу «Динамо», прилететь не за день, ну, не накануне матча, а хотя бы за день, потому что, разговаривая уже по прошествии, по прошествию определенного времени, разговаривая с нашими легионерами, мне очень понравилась Рама, да, Рама Лепе, как она ответила, я говорю, что произошло с тобой, что, а она мне говорит, коуч, я, когда прилетела, я легла на кровать, и я не могла собрать себя, я говорю, как это ты мне объясни, ну, вот подушка, вот здесь голова, вот там рука, вот там нога, второй ноги нету, я говорю, ну, и вот смысл ее заключается вот в этом объяснении, что она просто устала, и когда она выспалась, вот первое, что они приезжают, условно говоря, из Африки сюда, я им даю дня два, потому что и смена часового пояса, и климатического пояса, и они это достаточно тонко чувствуют, а вот сейчас, когда еще зима начинается, это, ну, для них вообще неприемлемо, и я им даю где-то дня два отойти, именно отоспаться, а они прилетели, мы приехали в отель, все вместе, они нас еще ждали, и мы, кстати, тоже добирались, ну, опять же, ночным рейсом, ночь разбита вся, в самолете особо не выспишься, не поспишь, плюс еще два часа на солнце ждать эти, какие-то тесты, ну, в общем, вот такое вот нагромождение этого всего, привело к тому, что на следующий день, на следующий день мы вышли, и первый тайм отыграли здорово, вот все, что на нас хватило, и все вот-вот, кипр, 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 ни одной киприотки, ни одной киприотки в составе, Фреда, которая попортила нервы нам, еще, еще в восемнадцатом году, по-моему, да, в восемнадцатом году, она натурализованная американка, которая играла в хороших клубах, я не пойму, как она, она могла бы сейчас играть в любом, мне кажется, европейской сборной, в любой, но предпочла так, да, вот все, все остальные американки, канадки, англичанки, просто название, кипр, и я считаю, и я считаю, учитывая вот те обстоятельства, которые я вам сказал, что мы сыграли достаточно неплохо, вторую игру мы восстановились, девчонки на следующее время пошли, покупались, побалдели там, понятное дело, что остался такой осадок от поражения, но тем не менее, они просто отдохнули, предыгровая игра, и совершенно другая команда, а Саунси, Саунси, на всякий случай, ЦСКА должна была обыгрывать, у них два момента было, в концовке, где выходили, выходили один в один, и просто, ну, простили ЦСКА, просто простили, а так, по идее, выигрышная игра Саунси, да, дополнительно у них силенок не хватило, и ЦСКА, по-моему, 3 или 4-1 обыграла их, вот, поэтому, вот таких комплекс причин, не позволил нам, но это взять надо на вооружение в дальнейшем, но это надо взять на вооружение в дальнейшем, чтобы не повторять вот таких ошибок, и первое, я говорю, что чисто по-тренерски. Чем нужно подойти к следующей Лиге Чемпионов, чтобы не повторить этих ошибок, вы уже знаете? Ну, мы будем учитывать это, мы будем учитывать, и где это будет проходить Лига Чемпионов, в какой стране, а может и у нас будет зона, ну, вот это, да, то есть мы не знаем еще, ну, это к слову говорю. И в этом формате очень многое зависит от жеребьевки, потому как, играя с украинской командой, два матча здесь, они прошли дальше, по-моему, Да, они прошли дальше. И мы смотрелись очень здорово. Да, и я, честно говоря, я был уверен, что мы пройдем, я был уверен, что мы дойдем до группы, ну, просто, так, готовность команды позволяла, ну, давала это оснований, ну, вот такие факторы, которые я уже перечислил, ну, повлияли вот на этот результат. Но будем стараться, и хочешь не хочешь, уже, даже из этой ситуации, можно сказать так, найти положительно. Мы заработали первый рейтинг для Динамо, это уже будет учитываться в последующей жеребьевке. В нашем чемпионате, вернемся домой, два больших клуба, и, ну, настраивать наших девушек на игру с футбольным клубом Минск, ну, не приходится, это основной конкурент. Как быть с другими играми, где двухзначный счет? Уже после первого тайма бывает 5-0, 7-0. Как девчонок заставлять бежать дальше, требовать скорость, и чтобы все-таки вот этот чемпионат, если расхолаживает, то все-таки мы ведь большой клуб и должны играть все-таки в Еврокубках. Вот знаете, ну, там читаешь многие корреспонденты, я даже не знаю, там корреспонденты, в общем-то там пишут, вот Динамо там кого-то 15, кого-то 11, кого-то 12, кого-то 20 обыгрывает. Я просто хочу задавать вопрос. Что нам делать? Да, что, не играть? Или так тренироваться, я потом скажу, девочка мне, я наоборот, я наоборот их настраиваю, я наоборот злюсь, иногда бешусь, иногда при счете это я в раздевалке такой скандал закатываю в перерыве, что они смотрят на меня, меня не устраивает качество. Мне, простите за выражение, до фени этот счет, мне нужно качество игры, потому что большая часть игроков представляет национальную сборную, в которой я тоже являюсь, и я не могу позволить им, хотя я им тоже признаюсь, я вас прекрасно понимаю, я сам игроком был, и когда мне тренер, тоже нам тренер, мы выходим, там кого-то 5-0 выигрываем, и тренер приходит в раздевалку, начинает кричать, орать, или это, посылаешь, там, я говорю, можете посылать, но только, ну, там, про себя, потому что я знаю, я это все прошел, это все прошел, поэтому, честно, я сам не люблю такие игры, не люблю, когда ты сидишь на лавке, хочешь спокойно в футбол это посмотреть, да, понаблюдать за командными действиями, не за индивидуальным, а именно, я как тренер смотрю немножко по-другому футбол, я не смотрю на мяч, я смотрю, как располагаются игроки в обороне, когда атакуем, когда, наоборот, как включаются защитники, какой группой, и так далее, я практически на мяч не смотрю, но когда вот эта вот вся картинка рушится, я иногда выбегаю, и просто начинаю, ну, а иногда просто людей меняю, чтобы дать повод всем понять, что, ну, вот так вот на пол Федора не получится, и предъявляя претензии к Динамо, что оно так играет, а как надо играть? Я не понимаю, как надо играть? Ну, мне кажется, на благо женского футбола, что создан клуб, еще такой клуб, в стране, помимо Минска, который может составить конкуренцию, ну, на уровне, на уровне, как бы, чемпионата Республика внутренней, это понятно, но еще, я обещаю и уверен, что мы можем пошуметь и в Европе. Два клуба от Беларуси даже могут? Два, два. Нам немножко полегче будет, жеребьевка, потому что мы идем как, как чемпионы, да, путь чемпиона. В Минску будет немножко посложнее, потому что там команда уже, они вроде как и не чемпионы, но это может быть и Бавария, а может быть и Вольфбург, это может быть Пассаже, а может быть Леон. Понимаете, там очень большие такие разбросы, вот даже как вот, вот локомотив Москва, да, вот ЦСКА играла с нами, а у локомотива Москва, она вторая команда, Твенте и Арсенал. Это очень большая разница, поэтому, знаете, еще я вот девочкам привожу, ну как бы пример такой, я всегда им говорю, да, мы там как бы не любим играть, не то, что не любим, ты просто, ты, ты поспудно в голове уже понимаешь, что ты выиграл, а вот настроиться на это, закрыть глаза на соперника и делать свою работу, ну это очень тяжело, и я им всегда говорю, чтобы играть в Европе, надо выиграть здесь, а с кем ты здесь будешь играть, это не важно, потому что первое место, оно дает, ну скажем так, более благосклонный жребий на Европе, плюс вообще, если зарабатывается рейтинг. Самый запоминающийся для вас матч этого сезона? Запоминающийся? Ну даже не знаю, так вот, чтобы как-то сказать, мне понравилась игра, ну она больше такого эмоционального плана, когда мы у Минска 3-2 выиграли на последних минутах, это всегда так запоминается, мне очень понравился финал, не по счету, а по игре, одна из лучших игр, мне очень понравились игры, вот, жил, будь строем, вот это вот, это все равно, это уже другой накал, и другие игры, хотя товарищеские, но, другие игры. Ну, наверное, из всего перечисленного, наверное, я имею в виду, внутренний чемпионат. Да. До Динамо БГУ ФК вы были тренером футбольного клуба Минск, и тоже выиграли там все титулы, и можете оценить изнутри наш чемпионат, как он меняется из года в год, что-то происходит в положительной положительной динамике. Ну, вот, в прошлом году, когда мы обыграли, ну, наверное, тот настоящий Минск, вот, там игры были, это было нокаут международного уровня, вот, там игры по всем, по всем, по всем программам, инстатам, войскаутам, да, по беговой активности, вот, там, когда ты возьмешь эти результаты и начинаешь смотреть, то это были игры международного уровня. международного уровня. Поэтому, вот, в этом сезоне, ну, конечно, оно немножко все упало. Но, я знаю, я знаю, что Минск на следующий год готовит бомбу. Поэтому, поэтому, я уверен, опять будет все интереснее, чем в этом году. А уровень чемпионата, вы знаете, ну, уровень чемпионата зависит от наших девочек, которые, вот, допустим, смотрите, у нас были и Шупо, и Слесарчик, да, и в Минске были и Воскобович, и Козюпо. Я просто боюсь кого-то упустить, да, и они уехали. Заменить их, вот, час, это очень трудно. Хотя, поколение девочек у нас очень хорошее растет. Очень хорошее, только, ну, мне кажется, нужны тренеры, чтобы за этим смотрели и смотрели. И это одна из причин, что не то, что падает, подняться не может уровень. Он как бы держится на одном таком планке. Вот за исключением, я имею в виду, прошлого года, когда вот эти игры Минска и Динамо, ну, были, на мой взгляд, не более такой, поднимали уровень всего чемпионата. А хотелось бы, если учитывать вообще вот про чемпионаты, все говорят, ну, вот я, допустим, с Аней Козюпой, я говорю, Ань, ну, как там в Хорватии? А, Юрий Иванович, два клуба играют, мы и Осиек. Вот они рубятся, остальные им тоже там. Говорит, не отличается ничем. Возьмем Россию, Локомотив там тоже, да, вот, но в любой чемпионат ты возьми, два-три клуба играют, это как правили законодатели, не только в женском, мужском то же самое. Но причина, причина вот уровня, это средняя прослойка. Вот там, нам для этого не хватает, я думаю, что многих ресурсов, и прежде всего, это людских ресурсов. Ну, а как человек, который, ну, скажем так, давно ли в женском футболе, можно сказать, давно, да, дефицит все-таки игроков есть, да, внутренний, но стало ли больше, вот здесь уже, как и тренер национальной сборной, наверняка владеете цифрами, стало ли больше девчонок приходить, вот, маленьких, в женский футбол, вот эта вот тема развивается у нас? Да, на мой, на мой взгляд, вот чисто субъективный, опять же, я, очень часто, особенно вторая часть сезона, я посещаю игры наших девчонок, это и вот старшая лицензия, пятый год, младшая, седьмой, восьмой год, и, очень много родителей, и они с девочками ходят, то есть сестры маленькие, там, братья, они ходят, и мне кажется, вот в этом направлении, ну, вот этот стереотип, женский футбол, это не вид спорта, немножко стирается, и родители, и родители сейчас, ну, как бы более спокойно к этому относятся, нежели раньше, настороженно, это касается и Минска, то же самое, вот они играли, тут дерби, когда было на том же уровне, и сколько родителей приходило, и Минск, и с барабанами, и наши Динамо, да, и кричалки, и так далее, и тому подобное, поэтому, мне кажется, мне кажется, что вот этот стереотип, повторюсь еще, он уже стирается, стирается, хотелось бы это как бы быстрее, как условно и тот же Польша, когда что вот рядом, но там, все там все по-другому, вот, поэтому стирается, я думаю, что годика через два, три, при правильном отношении, я думаю, что и у нас и чемпионат вырастет, подрастет, скажем так, вырастет это, подрастет, вот, и девчонок прибавится, хороших девчонок, с которыми можно будет играть в Европе. С 2019 года вы еще тренер национальной сборной. с июля месяца, да. Да, а как меняется сборная? ой, вы знаете, вот сейчас я там готовил как бы такую аналитику, но я не хочу там все раскрывать, но некоторые моменты, некоторые моменты все-таки могу сказать так, опять же, я тренер, я тренер национальной сборной, я говорю, я должен как бы сам себе не врать, так же, как и в клубе, так же, так же и в сборной, но мне кажется, что меняется в положительную сторону. Конечно, когда я пришел, и первое, первое, вот, первый такой международный уровень, одно дело, когда ты играешь клубный, это немножко, ну, как бы другое, а вот когда международный уровень, когда приезжают все лучшие игроки, и когда ты выходишь, условно говоря, против сборной Норвегии, где там, Хансен, там, она с мячом творит, я думаю, что она в нашем чемпионате, в мужской, в любой команде могла бы играть, там, чудеса творит, да, там, Хейдельберг, которая там являлась, вот она сейчас только после, ну, это игроки, действительно, действительно, пока ты своими глазами это не увидишь, вот, а ты с ними должен соперничать, поэтому, я думаю, что наша сборная, она стабилизировалась, у нас, скажем, не такой большой круг игроков, международного уровня, я подчеркиваю, международного, те, которые могут играть в Европе, у нас стабилизировалась игра, у нас появился, как бы, такой уже, знаете, уже уверенность определенная, что не только, вот, надо достойное сопротивление оказать, а уже, как бы, сами себе мы ставим цели, что надо, вот там попасть, вот там выиграть, вот туда, поэтому, вот, с точки зрения психологии, мне, вот, сейчас нравится, вот, сейчас нравится, ну, как бы, это сборная, на сегодняшний день, она, уже по менталитету, другая, плюс, вот, если этот год взять, мы провели 7 игр, одну игру проиграли за год, мы проиграли, вице-чемпионом мира, и чемпионом Европы, хотя, выглядели в этой игре, опять же, достойно, ну, не, проиграли, мы все равно проиграли, но достойно, достойно, ну, хорошо, достойно, но, если взять, два года назад, когда мы в девятнадцатом году, с Норвегией играли, когда вообще без шансов, 7-1, по-моему, 7-1, да, где мы держались, наверное, до 35-36 минуты, а потом, все, силы нас покинули, и мы 1-0 выигрывали, и потом нам, извините за выражение, кошелку набили, поэтому прогресс есть, прогресс есть, хотелось бы, еще, конечно, минусы, мы не умеем, ну, как-то, важные матчи играть, вот, в прошлом году, у нас был очень хороший шанс, зацепиться за стыковые игры, против игре, со сборной, Северной Ирландии, дома проигрываем, когда одного игрока удаляют, со стандарта, там шикарная игра, 3-2, ну, там, понятно, там, очень тяжело было выиграть, с точки зрения судейских, и вообще, многих обстоятельств, потому, что Северная Ирландия выигрывает у нас, они выходят в стыковые, то есть, вот эта игра была, и вот, вот такие игры, вот такие игры, где ты, ты чувствуешь себя игроком, ты чувствуешь себя тренером, еще должен отметить, вот, ну, как бы, знаете, еще, тоже немаловажно, что способствовало, пусть небольшому, но все-таки прогрессу, это отношение руководства федерации, у девочек появились премиальные, и хорошие премиальные, я не могу вам сказать, но поверьте мне, они таких не раньше, они даже и не слышали такие, то есть, это обозначает, то, что людям доверяют, то, что, можно же сказать, вот сегодня там условно играешь, назвать любую цифру, но им говорят, вот за эту игру, вот за эту игру, за эту выиграете, попадете в финал, вы получите такие, и я смотрю на девчонок, и со стороны наблюдая это, ну, это уже определенное уважение, и как они чувствуют, и мотивация попасть в сборную, и достичь их. Да, и значимость их, им не просто говорят, а уже требуют, уже требуют, вот мы сыграли в ничью с Кипром, да, ну, обидно, очень обидно, имея столько моментов, вот, и мы это, но для нас это действительно как поражение, и действительно как поражение, поэтому я считаю, что сборная определенная, не могу сказать шаг, но два шишка сделала, два шишка хороших. С учетом того, что в Динамо, БГУ, ФК, много футболисток привлекается в национальную сборную, да и вообще в чемпионате 10 команд, за всеми следить не такая уж и большая сложность для вас, вы ездите на каждую игру, в том числе, тем более, что показывают онлайн трансляции, ты можешь вернуться к этим играм. В совмещении двух постов большой проблемы нет, есть минусы наверняка, есть и плюсы. Ну, скажем так, вы правы, вы правы, что вот на данном этапе, на данном этапе, наверное, такой большой проблемы нет. Все-таки футбольный клуб Динамо является базовой командой, и здесь большой плюс в том, что я готовлю, и я знаю, на что они способны. Я знаю, мы проходим тестирование, у нас своя, в национальной сборной, своя, что называется, картотека, мы смотрим, как они прогрессируют, на каком этапе сбавляют, как у них там фармакологические происходят, парфологические, да, происходят изменения, мы все-все-все на это смотрим. И вот с этой точки зрения, мне, скажем так, намного легче. Но когда собирается сборная, когда собирается сборная, понятное дело, что вот даже сейчас, мы как бы, учитывая их беговую активность, там нужно определенные данные вводить, когда ты спрашиваешь такого футбольного клуба «Зенит», какие данные там, да, ну, как бы толком никто не может ничего ответить. Вот, ну, есть такие нюансы, есть такие нюансы, которые, скажем так, ну, не очень, как бы, ну, скажем, мешают вот такой, такой кропотливой работы, чтобы всех подвести под один знаменатель. Потом, когда собирая всех, когда собирая всех, немножко уже корректируется и план подготовки. И всегда прошу там на день, на два, чуть больше дать подготовки, чтобы подвести всех под один знаменатель. Игроков Минска, да, там, Динамо, с Питера, там, еще приезжают с Хорватии. Вот. Ну, вот в этом, наверное, только минус. А вот, что касается организации труда, ну, я считаю, что тут небольшая, небольшая такая, ну, вообще, скажем так, проблем нету. Проблем нету, потому что вы правы, здесь есть команд, и те игроки, которые могут играть на международном уровне, ну, их не так много. Поэтому я не могу сказать, что я все матчи смотрю. Я смотрю все матчи, где задействованы кандидаты в национальную сборную. И это не важно, это белорусские, это российские, или это хорватские, без разницы. Ну, то есть, это не как у Карпина с Ростовом и сборной России. Нет, это, хотя, хотя, я прекрасно отдаю себе отчет, и понимаю, что придет время, когда это уже невозможно будет делать. То же самое на первых порах, как и в России было, да, Фомина, и Локомотив, и этот, но, уже такой уровень сопротивления, уровень организации труда всех команд заставил просто, потому что, если Карпин тоже бы сказал, если бы я работал, совмещал посты сборной России и с футбольным клубом Ростов, я бы с ума сошел. Но у меня пока такого нету. Хотя, бывают моменты, очень тяжело, когда ты заезжаешь на сбор, когда ты готовишься к сборную, к сбору, в национальной сборной, это все надо просмотреть соперников, проанализировать их, там, то-то, 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 это занимает, ну, это занимает достаточно очень много времени, потому что ты садишься, включаешь это все, просматриваешь, хотя есть программы, да, там можно посмотреть инстат, можно посмотреть войска, вот там, повыбирать моменты, но я не люблю этого. Я люблю живьем все смотреть, и, ну, как своим глазам верить, вот, и тогда я все моменты, которые нас интересуют, выписываю, готовлюсь к разбору, к сопернику, неважно, Руслан Марьянович это все перерабатывает, и девочки уже приезжаем на сбор, у них уже все представление о той игре, которой мы, разбор, и с теми, с кем мы готовимся, поэтому, ну, достаточно большая работа, вот, ну, наверное, только в этом, так, с другой стороны, с другой стороны, если бы я, ну, не был бы занят, был бы совмещал пост только один, допустим, национальный сборный, я бы, наверное, с ума сошел от безделия, ну, правда, ну, что, 7 игр за сезон, вот в этом году мы провели, 7 игр за сезон, и, ездить смотреть, ну, не так много игроков, чтобы ездить смотреть, там, а что делать дальше, ну, я не такой бумажный тренер, ну, как бы, мне хочется все время, и когда ты тренируешь клуб, ты все время в тонусе, а когда у тебя пропадает какая-то, какой-то перерыв, вот в этой практике, ну, тогда такое чувствуется застой, тебе нужно какое-то время, там, месяц-два, чтобы войти вот в эту. Впереди третий сезон, сейчас в межсезонье, но третий сезон с каждым днем все-таки приближается, да, это будет и ваш третий сезон в Динамо БГУФК, и для команды в целом третьего истории. Какие цели, задачи, руководством поставлены на этот сезон? Ну, я думаю, логично будет, такие же, как и были. Такие же, как и были. Вопрос, наверное, только, скажем, корректироваться, ну, даже не корректироваться, вопрос не будет корректироваться, вернее, задачи не будут корректироваться, они как были, так и останутся. Это для нас, для тренеров, наверное, будет немножко посложнее, Потому что большая группа планируется уйти игроков На их место нужно, опять же, игроков пригласить Но когда уходит слесарчик Шупо, то на их место очень тяжело сразу вот так найти Сейчас, я уверен, еще будет группа игроков Ну, пока что я не могу сказать Но предпосылки все к этому есть Вот, и в том числе, что я вам сказал, что сумасшедшую подписную кампанию готовит Минск И в то же время и много наших девочек Поэтому надо время нам будет Хватит нам предсезонки? Или может первая какая-то часть сезона? Чтобы вот привести это все под один знаменатель Одно дело, когда, ну, вы же сами прекрасно знаете Одно дело, когда ты с командой работаешь год-два И только вкрапливаешь, да, вот Игрока, вот, допустим, в этом году Калет пришла Она пришла, вот, она только как влетая Как я говорю, вот, села в эту позицию Где-то, вот, наверное, там, во втором круге Вот она уже почувствовала требования Ее переучить надо Не то, что переучить, под свои требования подогнать Вот, и она уже, о, Калет Ну, то есть, и такая же ситуация может быть вполне И с следующим сезоном с рядом позиций На женском трансферном рынке тяжело найти легионера? Ну, трансферный рынок мы сейчас можем сказать так По трансферам мы, знаете, как сейчас ситуация такая В женском футболе, что за девчонок платят большие клубы, да Вот там, ну, словно говоря, там, миллион евро Можно заплатить, миллион долларов Или миллион фунтов стерлингов Это может заплатить Арсенал, Челси Вот, которые там буквально два дня между собой разыграли кубок Вот я говорю, вот, посмотрите, я этот футбол смотрел Я мужской футбол не смотрел Шел какой-то параллельно матч Я смотрел Челси, Арсенал Женский Потому что, ну, шикарный матч, шикарный матч И очень клубы, которые, ну, большие, да Которые Барселон, ну, Барселона сейчас вообще-то мини-сборная мира Вот, они могут заплатить хорошие трансферы Все остальные клубы, это бесплатные Вот, вопрос убеждения Вопрос финансовых условий Ну, скажем так, в наш чемпионат Хорошего легионера, хорошего легионера Очень тяжело Европейского или американского Да, то есть, вот у нас был такой опыт с Америки Но это университет Это не профессиональные, да Игроки, которые... Да, смол, которая у нас была Это университет И тот университет, который Не входил в сферу Заинтересованность МЛС Главной их лиги Профессиональной Так что, почему вот даже На африканский рынок Ну, цена, качество Я думаю, где-то совпадают Для наших реалий И поэтому у нас появляются Больше африканские игроки Потому что даже вот там Минск Вот там Куча Там кого-нибудь там еще Ну, вот привезли игроков В этом году Ну, цены, ну, зарплаты у них Ну, я просто не могу Эта коммерческая тайна Зашкаливает Зашкаливает Просто зашкаливает Я думаю, что у нас там зарплаты Ребята мужские бы играли С удовольствием Еще двумя руками После завершения чемпионата Прошлого Мы уже говорили Ушла Анастасия Шупо И Юлис Лисарчик Да, в этом году тоже кто-то покинет Вот для тренера национальной сборной Наверное, это Радостное событие В принципе, игроки Уходят в хороший чемпионат Они легионеры Для тренера Динамо Это, наверное, какая-то боль Ну, двоякий вопрос Мне многие про это говорят Вот там Ну, про Россию В частности, на Слисарчик и Шупо Очень хорошие игроки И это были одними из лидеров В нашем клубе Юлия Капитан Да Но, вы знаете, что И я им говорил И Ну, они сильнее не стали Для меня Может им это обидно будет Но для меня они сильнее не стали Это мое субъективное мнение Видите их на сборах В женских сборах Да, потому что Ну У нас есть чем сравнивать Не просто У нас все игры оцифрованные Все беговая активность оцифрованная И поэтому Есть чем сравнивать Одно дело Когда ты визуально смотришь А второе дело Когда тебе это подтверждают Какие-то научные данные Поэтому Ну, не всегда так Вот если Словно говоря В Бундеслигу В Италию Ну, наверное, да Я бы порадовался И сказал Ну, как я им говорю Я вас туда сам отвезу Это да Вот Я не говорю, что чемпионат России Плохой там Или это У них хороший уровень У них средний уровень У них нету таких счетов Да, у них нету счетов А 15 У них самый большой счет По-моему, был 7-1 В этом году Насколько я помню Или 8-0 По-моему, Локомотив Кого-то обыграл Все Все остальные Плюс-минус 50-50 1-2 1-2 Меча Ну Не знаю Не знаю Такое я говорю Что Уже раньше говорил Что для меня, конечно Лучше, когда базовая команда И я вижу И я уверен Но так Так не бывает Так не бывает Потому что Это спорт Кто-то уходит Кто-то приходит Кому-то что-то мешает Кому-то что-то не нравится Кому-то наоборот Там где-то нравится Спортсмены Они такие же люди Ищут где лучше И так далее И тому подобное А вот смотрите Если, допустим Уходят Определенные игроки Игроки сильные Чемпионат Не столько Конкурентно способен И Может быть Больше молодежи Стоит сейчас На сезон На два Более активно Их Чтобы они играли Ну Я согласен Тогда с Еврокубками Пролет Ну Видите Такая задача Такая задача Баланс найти Этот У нас в этом году Будет достаточно много Девчонок Поэтому Конечно у нас будут И легионеры Их не так много Будет Но они будут Они будут Мы будем Стараться Хороших легионеров Вот Пригласить Под это дело Поэтому Найти баланс Сразу Но я говорю Что это очень тяжело Очень тяжело Тем более Что у нас И хорошие игроки Останутся Так что К ним Добавим Молодежь У нас есть Опытная Настя Линник У нас есть Аня Пилипенко У нас И Николаенко И Попова И Даша Стешко И Валюк Я уже считаю Пора уже Немножко Вот Поэтому Я не считаю Я не считаю Что-то Каким-то там Трагедией Или что-то еще Придут девчонки Молодые С удвоенной Энергии Новая кровь Она всегда Хорошо Вопрос как мы Распределимся Ну и задачу ту Нельзя забывать Потому что Реноме Футбольного клуба Динамо Оно не то Которое Знаете Можно сказать Нет Мы вот будем Играть такими-то Такими-то Нет Все-таки Все-таки Уже есть Определенное имя Я не беру Про вообще клуб Как Динамо Но и про женский Мы уже тоже Ну да Какое-то имеем Реноме И ниже его Мы не имеем Права опускаться Вот два года назад Когда мы Вообще было такое Принято решение Руководством Создать команду И на базе команды Какой мы создали Мы создали На базе команды Можно сказать Ислач Да Которая Вот они все там Рассказывают Что Ой там Динамо Условия Такие-такие Но это все смешно Девочки Выслачить Семь месяцев Зарплаты не получали Семь месяцев У меня даже Есть контракт Валюк Все кто хочет Посмеяться Я могу его показать Публично Там такой контракт Что он у меня Еще сохранился Я его Когда-нибудь Вот Вика Станет уже Таким основательным Футболистом Я ей в рамочке И подарю Чтобы она Не забывала О своем Откуда она Пришла И чего И чего Я надеюсь Достигнет Мы взяли Мы Не взяли Мы пригласили Девчонок Девчонки согласились Это и Новикова И Казакевич И Кто там у нас Еще Ну такие Вот я И Новикова Казакевич Шлопакова Ольховик Они все были Два года Еще Ну как бы Молодые девчонки Да Они и сейчас Да Там господи 21 20 22 23 Все там Вот Они просто Давно уже Играют И на слуху Это да Но тогда Тогда Они заняли Четвертое место Четвертое Исла Четвертое место Заняло Имея в составе 12 Кандидатов В национальную сборную И в этом году И вот ровно Через два года Через два года Эти все девчонки Имеют хорошее Предложение Отличное Отличное предложение По финансам То есть Сделан шаг Вперед И вот На примере Этих девчонок Которых я назвал Да Ну может Кого-то забыл Но назвал Придут и следующие А ничего и не будет Будет и Домин В порядке И Акусик В порядке И Кунцевич В порядке Да То есть И Аня Синявская Они же тоже Всегда С другим 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 Примером А может Даже основным Примером Мы покажем Всем остальным Девочкам Что занимаясь Футбольной Структурой Динамо Вы можете Дойти До главной Команды И не просто Что Как знаете Там Раньше Я понимаю Что не все Этого достигнут Я понимаю Прекрасно Но уже у нас Большая группа Игроков Которые Вольются В команду И будут с нами Тренироваться И я уверен И играть будет Вопрос конечно В учебе Им еще по 16 Кому-то там 16 лет Не имеют права Играть Но учеба Которая может Тормозить Просто тренировочный Процесс И соответственно Их развитие Вот это только Ну как бы У меня вызывает Такое сомнение Потому что Мы вчера Подписывали Девочек с мамой Разговаривали Вот она Такое высказала Пожелание Но это родительские Моменты Они главные Это их дитё И они имеют Право на это Нам надо только Это учитывать Поэтому Нормальная Спортивная жизнь Кто-то уходит Кто-то приходит Но клуб остается Всегда И он будет Функционировать И он будет Развиваться И еще наоборот Показывать Это еще повторю Что тем девочкам Которые придут Пример того Живой пример Что можно играть В главной команде Начиная Вот с такого возраста Юрий Иванович В интервью От вас прозвучало Несколько затравок Что футбольный клуб Минск Готовит бомбу У нас Грядут Некоторые изменения В составе Что в принципе Есть нормальное Функционирование команды Чего ждать Болельщику Болельщику Главным образом Динамо БГУФК От следующего сезона Я уверен Что мы ожидания Болельщиков Не обманем Мы останемся На уровне Которые позволят Бороться нам И за чемпионство И за кубок И за суперкубок И соответственно Я думаю Я уверен В этом Что мы выступим Намного лучше В Еврокубках Чем в прошлом году Удачи Спасибо большое Спасибо вам Спасибо